Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, кто случайно зашел на мой канал, меня зовут Олег Николаев. Мой канал не только промок банки, но есть и стримы, есть прямые эфиры, есть обыкновенные влоги, видео с путешествиями и так далее и тому подобное. Последнее мое достижение это то, что я 117 килограмм похудел уже практически на 18 килограмм и тот, кто меня постоянно смотрит, сейчас видит, наверное, и удивляется на мое лицо. Я еще сам на себя смотрю и просто удивляюсь. Во-первых, я в одном из влогов сказал, что я залез в кофту, в которую ни я, ни Паша не залезал, поэтому это хорошее достижение. Поэтому спасибо большое, кто следит за мной, кто следит за моим похудением. Для сравнения вы просто можете посмотреть мои предыдущие банки, постараюсь где-нибудь тут выложить их, чтобы вы посмотрели, какой был до и какой сейчас. Ну и показать футболку, я специально встану, чтобы вы увидели футболка, насколько мне стала просто большая. Вы можете это видеть, она, конечно, была куплена на размер несколько побольше в том году, летом, но вот такая вот она у меня стала. Пожалуйста. Была она практически в обтяжку. Ну, живота, не знаю, стоит показывать у мобанки или нет, но, наверное, для хейтеров, для, как называется, для хайпа. Паша говорит, нет, а я покажу. Ну, короче, вот, все. Ребята, надо удивлять публику. Ну, конечно, живот свисает, скажут, о, бля, живот. Ну, а куда с ним деться, если был живот как барабан, а потом сдулся? Ну, будем считать, что у меня до сих пор кожа молодая, живот все это стянется. Единственное, может быть, кто-то подскажет мне, новые зрители или старенькие. Кстати, если новенькие пришли только-только, у меня случайно зашли, обязательно подпишитесь. Интересно, мне кажется, наблюдать за человеком, у которых есть сила воли, и можно похудеть. Вот это у меня сейчас сок томатный, здесь где-то примерно 200 грамм, даже нет, ну, может быть, 180-150 грамм. Свекольник, это холодный суп. Здесь есть, присутствует немножко картошки, свекла, ну, в общем, потом расскажу. Полу яйца, где-то 2 столовых, ну, столовая ложка, короче, сметаны, и ленивые голубцы, и 2 помидорки. Еще у меня рассчитан в 400 килокалорий на обед. Вот такой кусочек ржаного хлеба, ну, не знаю, буду есть его или нет, положу сюда. А если без хлеба, то это будет 360 килокалорий. Без хлеба вот это 360 килокалорий. Многие из медиков говорят, что не нужно считать килокалории, что это херня полная на ваше лицо. Пожалуйста, сидите, удивляйтесь, завидуйте. Завидуйте, что я столько уже практически 18 килограмм сбросил. Худеть буду до где-то до 89 килограмм. Немножко сейчас, конечно, с этой самоизоляцией не ходишь в бассейн, не ходишь на прогулку, но, так скажем, в любом случае это хорошо, что вот этот подсчет калорий. Он не дает раскабанить обратно. Очень вкусно. Это новенькие. Подписывайтесь на канал. Старенькие из новеньких с вас обязательно лайк. Напишите в комментарии ваши вопросы. О чем будем сегодня трещать, не знаю. Ну, как покатит, как говорится. У меня давно просидел. У меня зрители Мукбанг. Наверное, на Мукбангах я раскабанил, потому что... Угу. Потому что, ну, я снимал раньше влоги какие-то, потом канал забросил, потом снова влоги. Потом стало модно эти Мукбанги. Я что-то, блин, на них подсел, потому что были просмотры и все остальное. Ну, блин, вот, извините за выражение. Да, одно из просмотра, зато потом, блин, раскабанил, как конь. 118-117 килограмм. Поэтому вовремя остановился, пришел в чувство, пожертвовал просмотрами, но зато своим здоровьем. Поправил его и худею. Теперь обратно в свои килограммы. Поэтому с Мукбангами нужно быть осторожными. Ну, может быть, кого, как говорится, не в коне, а вез, тот может есть все, что угодно. У меня все нормально, с щитовидной железой, с гормонами. Ну, нужно меньше жрать, как Гелила Алла Пугачева и говорит, нужно зашить рот, что я сделал, и считаю калории. Кстати, я повторюсь, почему-то многие из врачей говорят, что калории считать не надо. Что это все неправильно. Я в день съедаю где-то около 1400-1800 килокалорий в день. Для мужчины, мне кажется, это очень мало. Я когда поначалу ел 800 килокалорий в день, меня врачи чуть не убили. Но хочу сказать сразу, ответить, может быть, кто случайно зашел, скажу, а для стареньких повторю, то, что я худею под наблюдением врачей, то есть, точнее сказать, вот, и перед тем, как съесть на диету, мне рассчитали, сколько килокалорий мне нужно есть, я сдал полностью все анализы, биохимию, общий анализ крови, мочи, в общем, все как нужно. Мне сказали, сколько примерно нужно литров воды в день пить. Ошибочно говорить о том, что всем нужно пить 3 литра воды, это ошибочно. Мне сказали, пить при моем весе 117 килограмм. Мне гастроэнтеролог, эндокринолог и диетолог, вот они рассчитали 100, полторы килограмма, полтора килограмма воды всего пить. Полтора литра, прошу прощения. Ну и вот, сказали, 1800, 1900 килокалорий есть, хотя там даже больше, но это я для себя уже поставил. В общем, не знаю, едите вы такой холодный, не больше, он называется свекольник или нет. У меня он сделан, у меня есть очень хорошая знакомая, блогер Ирина Хлебникова, и у нее очень, у нее прямо такой кулинарный канал, и вот на этом канале я у нее увидел этот рецепт. Рецепт ее мамы делается очень просто, свекла очистится, нарезается на порционные кубики, такие, какие вы хотите, чтобы они у вас были потом в тарелке. На три средних свеклы, почищенных, вы наливаете где-то 2-2,5 литра воды, ставите на огонь, то есть воду сначала ставите на кипячение, доводите до горячего, потом свеклу туда сваливаете, добавляете туда по вкусу соль, сахар, у меня вместо сахара фитпарад, и уксус 9% и балансируете для себя, для того, чтобы у вас вкусовые рецепторы поняли, что именно вот этот вкус для вас будет лучшим. Потом свекла закипает вместе вот в этом, так скажем, рассоле, кипит буквально 2-3 минуты, и вы большую часть вот этой воды, которая получается, вот этой красной, сливаете в другую как бы емкость, оставляете в свекле, там где она у вас варилась буквально, может быть там ну сантиметр воды, чтобы она у вас доводилась до конца, но вы не ждите, что она у вас разварится, потому что уксус, соль, она не даст вот этим, так скажем, кислотам, она не даст развалиться овощам. Вот. Ну, и все, и потом здесь что идет? Огурец, зелень у меня, зелень это зеленый лук и укроп, яйцо, тоже сколько хотите, у меня было 3 яйца, небольшая картошка, и где-то 3-4, 3-4 огурца, так, 3-4 огурца, 1 картошка и, по-моему, 4 яйца. Ну, это не все здесь, естественно, что мы-то едим уже второй день, еще осталось. Поэтому, не знаю, как выйдете, и вот пол яйца еще, единственное, что я положил сверху для красоты, и так, для, ну, чтобы наесться. Не знаю, кто-то делает на воде с уксусом, отдельно просто сверху варит, напишите, кстати, ваши рецепты, кто как делает этот сверху, сверху, кто-то делает на кефир, я, кстати, не люблю на кефире ни окрошку, ни сверху. Сверху, сверху, правда, не пробовал, но я пробовал у нас на работе, на студии была столовуха, они готовили там окрошку с кефиром, я не могу есть. Но мои коллеги, которые из южной стороны, скажем, нашей России, из Ростовской области, из Краснодарского края, они, наоборот, не понимают окрошку на кефире, на квасе. Как так, у нее можно говорить, есть, не знаю, мне на кефире как-то не нравится. И плюс того, что я, вот, кстати, у меня жительница, моя, моя одногруппница из института, она, что хотел сказать-то? Про окрошку, наверное, что-то? Не знаю, не помню, что. Она, конечно, тоже не любит. Окрошку на кефире. Что-то другое хотел сказать, ну ладно, забыл. Самое главное, знаете, что у меня тут произошло? Сегодня, на сегодняшний день, пока у нас 2020 год. Спасибо. И одна моя коллега по учебе, одногруппница, сказала, ребята, мы 20 лет назад поступили в институт. Не знаете, у меня такое ощущение, как будто бы я почувствовал себя, как будто у меня лет 70. Я подумал, что это так давно было. 20 лет назад я поступил в институт. У меня такое ощущение, как будто было это вчера. Время беспощадно. Просто беспощадно. Мне, с одной стороны, так стало страшно. С другой стороны, я понимаю, что вот эти 20 лет они пролетели, вот как щелчок. Я начал думать, что за эти 20 лет я сделал. Я как бы понял, что я поработал там, поработал здесь. Что я за эти 20 лет много что сделал. Выучился. И 15 лет, получается, 20 лет, как мы поступили в 2000 году. В 2005 мы выпустились в институт. И сейчас это академия. И 15, 20 лет и 15 лет. Ну, в любом случае, ну, 20 как-то это страшнее звучит. Но 15 лет все равно, вот как с окончания. За 15 лет. Это же целая жизнь. Одна, не знаю, какая там, одна треть, одна пятая. Не знаю, там какая часть, несмотря там, сколько Бог даст прожить. Но сам факт того, что время действительно беспощадно и неуловимо. И опять мы разговаривали с моей другой уже одногруппницей. Она, короче, говорит, Олега, я вообще не запариваюсь. Ко мне тут побежала, говорит, подруга. Она говорит, Юля, ты представляешь, нам в этом году уже 38 лет. Это же пипец. Еще чуть-чуть, и там будет, представляешь, столько-то лет будет 50. Она говорит, я вообще не понимаю, зачем задумываться об этом. Ну, то есть другая позиция, то есть у людей, я прекрасно понимаю, кто-то не запаривается. Но я, честно говоря, не ощущаю себя на этот возраст. У меня такое ощущение, как будто у меня возраст становился 20-25 лет. Вот правда. Я вот не ощущаю этого возраста. Что делать с этим, не знаю. Шапку на руфе, как это, знаете, не ушанку, а которая твердая была такая. На банку ставить. А? На банку ставить, да. Вот, поэтому, поэтому я сюда поставил, чтобы не было видно. Поэтому, что у меня извините, но вот поплакать, конечно, не получается, слезы выжить. Но вот, я, наверное, вот это своя любимая ложка. Вы, наверное, все, кто меня знает давно. Я любимая ложка. Моя. Ну, банк есть. Ленивые глупцы. Вот, чем мне обед, да. Вот я пол хлебушка сделал, все, мне достаточно. Куриные. Куриные, да? Ну, хорошо. Не сильные. Ммм, очень замечательно. Замечательно, что куриные. Очень вкусно. Очень вкусно. Правда, это полуфабрикат. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, уже готовые. Покупали во вкусе Вилл. Ну, вкусно. Правда, мы как-то думали, что поесть, вроде есть эта штука. Ну, в общем, решили купить. Быстренько разогрели вкус, как и струльки. И очень вкусно. Вы знаете, у меня, говорю, там, ребята просили заснять банк, и я тысячу лет не снимал. Почему? Потому что, ну, раньше было килограмм пельменей на столе. Полкилограмма каких-нибудь крыльев жареных в меду. Ну, еще что-то. Ну, я как-то думаю, что посмотреть вот такое видео мне очень интересно. Ну, сказали посмотреть. Ну, я уж не совсем, люди, может быть, думают, что я прямо там совсем траву ем. Ну, вот мой, например, обед был. Небольшая такая, как это, пиалочка. Чтобы вы видели, вот примерно вот такая пиалка. Ну, где-то с руку. Вот супа здесь где-то 250 грамм получилось этого ого, рассульника. Ну, в общем, супа. И голубцов, они тоже небольшие. Я вам показывал там на видео вначале. Ну, голубцов здесь, мне кажется, тоже грамм 150, наверное, 180. 150, где-то с 200 грамм сока томатного. Ну, вообще, помидоры бы я сюда не сталкиваться, так скажем, просто, чтобы для вида. Для красоты. Ну, перекусы есть, конечно, потому что, когда получается, ну, в день будет где-то около двух, ну, по-разному. Вчера 1400 было с копейками. Вручаю то, что вот в этом, вот в этой сети, где я покупаю всякие продукты сейчас, мне уже сказали, тебе уже нужно вкус и виллу платить тебе за рекламу. Ну, я не о том. Просто в регионах, у кого есть такой магазин, там очень много различных детских питаний без сахара, натуральные соки, натуральные без сахара. И это, так скажем, выручает. Потому что, когда ты понимаешь, что придя в магазин в какой-нибудь Магнит или в Дикси, все в масле продается, в жиру и килокалорий очень много, и покупать, например, банку сардины, где одно масло и там 800 килокалорий, где ты понимаешь, в 100 граммах там или как-то, да, и ты понимаешь, что сколько ты должен съесть, один маленький кусочек рыбки? Конечно, нет. Ты в любом случае наешься и сорвешься. А вот здесь, так скажем, нам как-то помогает вот именно этот магазин. Ну, я готовил и салаты там были. Уже когда садился на диету. Ну, просто сегодня мы выходили на улицу, немножко прошлись. Поэтому, как это называется, красный этот суп. Свекольник уже был готов, да, еще вчера. А это мы просто купили. Где такой полноценный обед? Первое, второе. Давно такого не было. Ну, как не было. Ну, верно, даже если мы садимся есть, он все равно суп. Если не было бы супа, значит, то есть суп, значит, у меня было бы все равно ветчиной беру, там, индейки или куриную. У меня было бы еще, она тут же нарезана где-то 100 грамм. Плюс какой-нибудь, типа, вот такой кусочек хлеба. Сок, томат, грамм 300. Просто огуречек, типа, вот такие бутербродики, как бы я отламываю, например, и откусываю чуть-чуть хлеба, ну, чтобы растянуть. Ну, все равно получается, какой-нибудь там какой-нибудь кусочек диетического, легкого сыра. Но все равно наедаешь эти 400 килокалорий. Единственное, что я понял, что сегодня мы утром едем овсяна-блин. По-моему, у меня есть, нет мукбанк с овсяном блином? Я рецепт только покажу. Рецепт 1 без мукбанка. Правда? А, во влоге, да. А, во влоге. В общем, может быть, в следующий раз, когда в следующий раз, посмотрите, во влоге есть рецепт, рецепт, так как это называется, овсяна-блина. И вот мы сегодня поели овсяна-блин. У меня завтрак вышел на 339 килокалорий. Два овсяна-блина с начинкой, с ветчиной, немножко плавленого сыра, что-то у меня еще было, ложка кукурузы. Ну, в общем, все это рассчитывал. У меня вот получилось два вот этих овсяна-блина, плюс чай черный с молоком. Вот у меня 339 килокалорий. Это на завтрак было. Перекусить у нас ничего не удалось. Ну, вот обед. Получился еще 400 килокалорий. Представляете, сколько-то у меня. Ну, грубо говоря, 800, а мне нужно еще, получается, съесть тысячу килокалорий. Плюс я съем там еще какие-то перекусы, будет ужин, вечером кефир. То есть, ну, целыми днями ешь. И худеешь. А к чему я говорю, что, например, иногда хочется на там съесть что-то раздельное. Например, считаешь два яйца, потом, например, сосиска какая-нибудь, куриная или еще что-то. Сосиски вообще, бляха-муха, просто вообще, сколько получается там в одной сосиске? 200 с лишним килокалорий? Ну, где-то 180 килокалорий. Вот в этой, в одной маленькой сосиске. Я уж не говорю, что там она вредная, вредная, не вредная. Иногда это хочется съесть. И я, как бы, понимаю, что легче съесть молочный суп. Вот я еще готовлю молочный суп. Добавить туда, например, на каждого по 40 грамм. Я делаю так. У меня получается 50, так, 600 грамм молока. И я еще разбавляю немного водой. Это у меня кипятится. Оттуда добавляю сахзам, чуть-чуть соли, ванильный сахар. Это на двоих я порцию рассказываю. И 80 грамм у меня получается спагетти. Ну, я ломаю, типа, как вермишелька, чтобы было. Все. Кусочек хлеба, кусочек сыра, чай зеленый с молоком или чай черный с молоком. И наедаешься вот так вот. Получается где-то 300, там с чем-то 400 килокалорий, и ты объедаешься. А когда ты начинаешь есть два яйца, отваришь или там что-нибудь, какую-нибудь ветчину, кусочек хлеба, потом какой-нибудь сырок или еще что-то. И ты понимаешь, что ты 800 или там 600 килокалорий ты наел, и ты просто выходишь из-за стола голоднющий. Вот просто голоднющий. И еще нужно отучать себя быстро есть. Вот я сейчас сидел буквально 5 минут назад, когда доедал. У меня было ощущение, что я не наелся. Думаю, что еще поесть. Смотрю, у Пашки тут хлеб, ага, что еще можно тут съесть. А вот сейчас пока с вами разговариваю, я прекрасно понимаю, что я вот даже сок еще не допил, хотя сок томатный, он не очень калорийный. Получается где-то 18 килокалорий, да, или там сколько там. Ну 20 килокалорий. Это хороший сок, свежевыжатый. из, как он, у меня Адыгея, Адыгея, по-моему, республика Адыгея. Очень хороший свежевытажатый сок без соли. Тоже продается вот в этих вкусвиллах. Вот, поэтому, вот я его не допил, он, по сути дела, он просто тяжелый. И насыщение идет больше организма. Ну вот я вот, конечно, я допью, но сам факт того, что я утром съел 300 килокалорий, ну там 400, давай считать, плюсом вот эти 80, 40 килокалорий, плюсом ли там 60. Грубо будем считать 400 килокалорий утром, я наелся и целый день не хотел есть. Сейчас я съел тоже 400 килокалорий, но без хлеба, с хлебом, без хлебом. Давай считать, что это кусок хлеба я съел, не 360, а 400. И у меня получается, что я наелся. То есть я наелся и перекусывать, я не знаю, захочу ее или нет, но если я захочу, то у меня там есть ряженка, у меня есть там еще что-то, есть помидорку, просто можно перекусить огурец свежий, яблоки, нектарины сейчас уже появляются, правда турецкие, но кстати неплохие, в Москве неплохие. Нектарины. А вот сливы мы один раз за зиму, за зиму или за зиму, нашли красные сливы такие, в метр, по-моему, да, мы их первый раз купили. Акция была, они были что-то стоили 400 с чем-то рублей, по-моему, или как-то, а мы их купили, ну, за 140, ну, что-то за 149. Охрененная слива. Я не помню, кто это, Иран, Ирак, не знаю, кто это, Турция, но офигенно вкусные были, были вот эти, как называется, сливы, а потом мы их находили в других местах, и они уже были, знаете, такие, ну, рыхлые, невкусные. Потом мы нашли желтые были сливы, они продавались и в магните, и в ленте, ну, вообще во всех там сетевых магазинах. Были тоже вкусные, а потом раз, и, короче, они тоже, знаете, стали твердые, и кислые какие-то, как это называется, ну, вяжущие, просто невкусные, и мы решили тоже их не есть. А сейчас вот пошли нектарины, тоже написано Турция, купили опять сливу, слива тоже Г, поэтому, не знаю, яблоки мы подсели на Golden, а, Granny Smith, Granny Smith, потому что семеренко, они чуть-чуть поменьше, они прямо кислые, а вот эти, они менее калорийные, вообще зеленые яблоки, очень полезные, в отличие от желтые, желтые яблоки очень сладкие, то есть сначала идут зеленые яблоки, потом красные, потом желтые, желтых очень много сахара, тот, кто худеет, не советую их есть, вот, поэтому, вот такая вот история, ну все, поели, кто хотел мог банк, давно, не знаю, интересно получилось или нет, потому что, почему я, честно скажу, договорю, почему я считаю, что, не то, что не интересно, ну, лично по мне, вы напишите в ответе, кто досмотрит до конца, видео, почему мне кажется не интересно, потому что, или тогда, когда я раньше ел, и другие люди ели, килограмм там пельменей стоял, да, там, крылыши килограмм, не знаю, там, желудочки какие-то готовил, посмотрите, у меня ночью, очень много старых мукбанков, кто не смотрел, и, когда я ем, 2 горошка на ложке, ну, как бы, мне кажется, ну, мне было бы не интересно, хотя, мои старые зрители говорят, что, хоть салат вкусный готовь, но делай, вот, поэтому, ну, будем стараться, сейчас весна, возможно, ну, не весна, уже мая месячка, нет, середина мая, вот, поэтому, можно спокойно что-то готовить, но, пока связано все с этим, с вирусом, далеко не съездишь на рынок, где хорошие, можно овощи и фрукты купить, у меня, мы на машине можем ездить только 2 раза в неделю, заказывать пропуск, но, помимо рынка, мне же нужны свои какие-то дела делать, тоже выехать в магазин, доехать там до дачи, вернуться обратно, и у меня останется один пропуск, поэтому, уж, сэлеви, как есть, поэтому, вообще, все влогеры говорят сейчас, что у всех такой депрессняк, у всех апатия, что снимать нечего, настроения нет, творческие люди, это тоже те же самые, и влогеры, потому что для нас нужна подпитка, ну все, благодарю всех за просмотр, подписывайтесь на канал, кто заходил ко мне, кто случайно, забрел, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы быть всегда в оповещениях, что у меня вышло новое видео, будьте хорошими людьми, читайте правильные книги, смотрите правильное кино, смотрите правильные мультфильмы, и тогда в будущем, возможно, наше человечество не будет страдать от этих всяких эпидемий, и пандемий, а мы очень быстро будем от них избавляться, потому что наше будущее поколение, если будет смотреть правильные фильмы и каналы, и читать правильные книги, будет быстро очень находить лекарства таких страшных заболеваний. Всем здоровья, тепла, удачи, и с наступившей весной. Пока.